Год спустя, после завершения нашей экспедиции из Питера в Керчь, Игорь пригласил к себе в гости. Я обустроил дом, поставил ССП на стоянку и мечтаю выйти на подводную охоту. У меня на примете секретные горболевые банки, разведанные еще в годы в долажной молодости. Всегда готов. Возьму Серегу-мастера и в августе будем. А то и переезжай к нам насовсем. Будешь капитаном, организуем морские прогулки, дайверские погружения, а может заведем в устречные фермы. Толмачев нам в помощь. Спасибо, дружище, это слишком серьезное предложение. В августе мы с Серегой прибыли в Керчь со всем необходимым снаряжением. Привет, друзья. Наши приключения на яхте ССП-82 продолжаются. Мы собираемся охотиться с борта нашей яхты, нашего стремительного парохода. Находимся в бухте Камыш-Бурун. Наш пароход нас ждет. На борту Серега Смирнов, Игорь Баврин спрятался, и Алексей Шелагин. Как оказалось, пароход сидит на мели. Поэтому сейчас будем заниматься тем, что думать, как его снять. Точить ножи, ножницы, плит и править. А вот так Серега моет посуду. При помощи грузка на ржавчину. Иначе ржавчину не снять. Спасибо. Главное, чтобы блестело. И острых заусенец не было. Главное, снял. И ржавчина на зубах не скрипела. Зато я заточил ножик немножко. Ванты обычно с боков. А это, мне кажется, которые вперед идет форштаг. Назад, а Ахтерстаг. Первый завтрак на борту. Обед назад. Да. Сейчас наедимся, наберемся силы, будем сниматься с мели. Пароход натужно гудит, пытаясь сойти с мели. За час продвинулись на один метр. Вот, сегодня с мели сорвались. Сейчас будем выходить. Счастье есть в этой жизни. Игорь поднял L-образную угрозу мачту и бизань, превратив самый стремительный пароход в самый стремный парусник. Очень непривычный для меня вид. Осталось только поднять давно сшитые паруса. Теперь у нас появились мачты. Повешать паруса. Завтра задует. 16 гул, а потом-то нормально. Все, уходим. Море. Ну, ну, если хорошо. Все, уходим. Море. Ну, увидимся. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 В последний день Игорь открылся вспомерять к чудесным подводным местам Мюса Мегану, где в 85-м в Капселле месяц работала наша съемочная группа. Успели посетить инипийский металлический сад. Игорю никогда не хотелось тратить временную бюрократию, заниматься документами, договорами, его стихией моря, подводная охота, друзья. А у Толмачёва отлично получалась организация различных хитроумных жульнических сделок, причем даже на уровне правительства, прямо остатка Бенда. Игорь во всем доверял Толмачёву и изначально оформил на него купленный им хренский дюйм в заветном. В последнее время Игоря стало подводить здоровье, сказывалась его водолазная молодость. В 20-м году Игорь приезжал в Питер на операцию с сердцем и для санаторного лечения. Когда в 22-м Игорю стало хуже, Толмачёв умудрился переоформить судовые документы на себя. Так Игорь остался без дома, судна и денег. А 9 января 23-го года легендарного подводного охотника, мастера спорта, чемпиона СССР по подводному ориентированию еще в 61-м году, неоднократного чемпиона СССР и России по подводной охоте, нашего бесстрашного яхтенного капитана Игоря Алексеевича Баврина не стало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok